Всем привет! Я безумно счастлив! Для меня, как для бюджетного путешественника, это просто золотая новость. Лоукостеры появляются в Пулково. Так, это на самом деле новость не очень новая, но РБК пишет следующее. Крупнейший в Европе бюджетный перевозчик Renair, а также AC Jet и Wizz Air подали заявки на полеты из Пулково. Власти предварительно одобрили для аэропорта Санкт-Петербурга седьмую степень свободы воздуха, которая позволяет летать в третьи страны мира. Друзья, что это значит? Это значит, что лоукостеры скоро появятся в Санкт-Петербурге. Вот это новость! Это просто лоукостеры. Напоминаю, я уже рассказывал, что такое лоукостеры. Лоукостеры это дешевые авиаперелеты. Вы можете найти билет за 10, за 20, за 30 евро. Ну, конечно, там есть за 50, но... Это если вы, извините, в сезон в Милан летите. Как обычно поступают наши граждане. Они берут автобус. Как правило, автобус до ближайшей страны, из которой летают лоукостеры. Это Финляндия, Латвия, Литва и Эстония. То есть, соответственно, допустим, если вы летите на бюджетном самолете, например, в Милан. Вы едете в Лапинранту, и с Лапинранты вы летите. Но в чем прикол вообще? Вот у меня сейчас ситуация. Вот ситуация, реально. Я вот буквально через пару недель уже улетаю, улетаю в Бельгию через Ригу. Вы только подумайтесь. На самолет лоукостер у Ренейра я потратил, грубо говоря, 46 евро. На гребаный автобус до Риги я потратил 50 евро. Ну, это, соответственно, туда и обратно. Вы только представьте себе! Теперь вам не надо тратить эти 50 евро. Вы можете просто сесть в Пулково и улететь, куда вы хотите. За счет этих лоукостов в 2025 году мы планируем привлечь в Петербург до 6 миллионов дополнительных туристов в год. Сказал генеректор воздушных ворот Северной столицы, оператор Пулково, Леонид Сергеев. То есть, например, иландская компания может выполнять рейсы между Петербургом и городом в третьем государстве. Сообщен, представляю, бла-бла-бла-бла. Короче, да, в рамках открытого неба аэропорта ожидает, что в 2025 году наибольший прирост пассажиров из Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании пока не получен. Короче, грубо говоря, для халявщиков вроде меня это охренительная новость. Люди, я вообще хочу сказать одно. Я вообще как бы и не думал, когда я создал канал, что когда-нибудь вообще буду путешествовать. И я потихоньку начал раскачиваться. И вот представьте, я начал путешествовать. Я вот два года назад еще, когда первый раз поехал в Петербургский, и вот эта вот шутка Димона. Я понимаю, в Вьетнаме там, не знаю, ВИЧ подхватить от таких от тайландских членодевок. Или там сношаться с макаками в Новозеландии. Хобби там в дырки заглядывать. Сняться анонизмом на норвежских фьордах. Я тогда шел и думал, что вот, блин, ну ведь правда, куда я поеду? Ну куда? Ну блин, нужны деньги. Нужны, я не знаю английского, я не знаю, куда я поеду. А сейчас я еду в Бельгию. Друзья, блин, это охренительно. Это просто, и вот это, это реальный шанс. Я надеюсь, что я сподвигну людей, которые, возможно, кто-то мне напишет, скажет, блин, Андрюха, поехали вместе. Я вообще только за, только вот за. Ну блин, естественно, нужны хоть какие-то деньги, там хотя бы 1015 на то, чтобы слетать на неделю, там, тот же самый Берлин. Кстати, в этой новости не уточняется, в какие страны будут летать, но мне кажется, что для лоукостера, скорее всего, для лоукостера будет огромное количество у нас вариантов. Потому что Питер, вот как ни крути, Питер это четвертый город Европы. Вы только подумайте, четвертый город Европы, он просто колоссальный. 5 миллионов с хреном там человек. Это только по официальным данным. Сколько здесь приезжих, сколько милых гастарбайтеров, сколько немилых гастарбайтеров. Вы только подумайте, и это реально шанс. Друзья, города Европы, они маленькие. Они вообще, они реально, Европа маленькая. Париж, вы думаете, он большой? 2 миллиона. А вот Питер, это реально, это огромный рынок. Конечно, тут есть какие-то люди, которые не хотят. Бла-бла-бла. Ну я так и не понял, причин какие-то, бредовые причины. Вот, ну все, все, у меня хорошее настроение. У вас теперь тоже, надеюсь, хорошее настроение. Подписывайтесь на канал, пишите там, что вы думаете, в какие страны будут летать эти лоукостеры. В какие бы вы страны хотели полететь, это будет, блин. Я вообще, я, если я начну список писать, это, блин, это очень много. Вот, все, давайте, да, до скорых встреч. А я в Бельгию, пару недель видосов не будет, может быть побольше. Ну потому что все-таки я работаю, все-таки я снимаю, надо когда-то монтировать. Вот реально, я, блин, сегодня, вот, я прочитал это и все. У-ху, трусишки просто. Это счастье вообще, ребята. Я, короче, пошел в туалет. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok